Так, а переключать вот это, как обычно, мышкой, да? Добрый, добрый. Так что, можно начинать? Да. Добрый день, дорогие коллеги. Мы вновь рады встрече с вами и хочу предложить тему сессии в отношении антиретровирусной терапии, а именно потенциал применения ингибиторов антегразы и долутегравир в клинической практике. Насколько я понимаю, мы с вами все сейчас живем в такую революционную эру, когда мы, наконец, получили доступ, мы и наши пациенты, к ингибиторам антегразы, в частности, к долутегравиру. И мне кажется, что данная тема весьма актуальна на сегодня. А тем более, мне приятно, что вы запрашивали такую тему. И сейчас попробуем с вами поговорить прицельно об ингибиторах переноса цепи антегразы и конкретно о долутегравире в клинической практике. Какие предлагаю вопросы для рассмотрения? Мы с вами, конечно же, знаем, что начало антегравирусной терапии, независимо от количества клеток СИД-4. Это уже такое показание к началу антиретровирусной терапии, является стандартом лечения. И, безусловно, это принесет пользу людям, которые уже инфицированы ВИЧ, так как антиретровирусная терапия является эффективным средством в лечении и в сохранении здоровья пациентов с ВИЧ. Мы с вами еще раз внимательно посмотрим на факторы, которые могут влиять на выбор схемы антиретровирусной терапии начальной, первого ряда, от которых может зависеть эффективность лечения. Еще раз внимательно посмотрим на особенности нового класса антиретровирусных лекарственных средств на ингибиторы переноса цепи интегразы. Посмотрим с вами доказательную базу преимущества ингибиторов интегразы и клиническую практику. Роль долотегравира как ключевого антиретровирусного препарата, конечно же, в стандартной комбинированной терапии в сочетании с тенофавиром FTC, где FTC может быть заменен на 3TC, ну а когда-то в идеале, может быть, мы уже с вами дождемся, когда TDF может быть заменен на TAF. И еще предлагаю рассмотреть роль ингибиторов интегразы при введении пациентов с неудачей антиретровирусной терапии. Итак, мы с вами знаем, что в 2015-2016 годах все международные руководства пришли к согласию. Вы видите здесь уже не первый раз и руководство Европейской ассоциации клинической по СПИДу и АКС, и вы видите американское руководство ДИЧС, Департаменты здравоохранения и социальной защиты США, а также видите ГЕСИДА, это испанское руководство, ПХИВА британское, и International Aid Society, руководство самой крупной международной неправительственной организации профессионалов в области ВИЧ-инфекции. Вы видите, что все руководства пришли к единому мнению начинать антиретровирусную терапию независимо от числа клеток СИЗИ-4. И надо сказать, что и Украина не отстала от этой современной актуальной тенденции. В 2015 году еще, в декабре 2015 года, были утверждены изменения к клиническому протоколу антиретровирусной терапии ВИЧ-инфекции взрослых и подростков, внесены изменения и утверждены приказы Министерства здравоохранения. По поводу вопроса, по которому есть консенсус, и нет никаких сомнений, что антиретровирусную терапию надо рекомендовать и назначать всем людям с ВИЧ с целью снижения риска прогрессии заболевания, с целью профилактики передачи ВИЧ, независимо от количества лимфоцитов СИЗИ-4. И очевидно, что раннее начало антиретровирусной терапии клинически целесообразно и экономически обосновано как в странах с высоким, так и в странах с низким и средним уровнем экономических ресурсов. То есть назначение антиретровирусной терапии всем людям, живущим с ВИЧ, вне зависимости от числа клеток СИЗИ-4, экономически обосновано и целесообразно, независимо от уровня ресурсов в стране. И конечно, если мы с вами все понимаем, что начинать антиретровирусную терапию надо рано, и это свои имеет преимущества, то с одной стороны, то с другой стороны, есть и потенциальные задачи, которые важно решить при раннем начале антиретровирусной терапии. То есть какие преимущества раннего начала антиретровирусной терапии? К сожалению, наши пациенты выявляются слишком поздно, они выявляются уже с более низкими клетками СИЗИ-4 или еще хуже в клинических стадиях ВИЧ-инфекции. Но, конечно, мы понимаем, что наша задача выявить пациентов с ВИЧ-инфекцией как можно раньше. Для чего? Для того, чтобы начать их лечить. Каковы преимущества ранней антиретровирусной терапии? Мы знаем, что ранняя антиретровирусная терапия приводит к сокращению числа смерти. И не только смертности, но и заболеваемости. Как от СПИД-индикаторными заболеваниями и состояниями, так и не СПИД-индикаторными заболеваниями и состояниями. Например, при раннем начале антиретровирусной терапии мы профилактируем не только СПИД, но и заболевания и состояния у ВИЧ-позитивных людей, не связанные со СПИДом, а именно заболевания сердца, заболевания почек, заболевания печени, рак, не связанный со СПИДом, неврологические заболевания и нейрокогнитивные расстройства. Мы с вами знаем, что чем младше пациент в самом начале антиретровирусной терапии, тем лучше восстанавливается число клеток СИД-4 и их функция. То есть таким образом, рано начиная антиретровирусную терапию, мы сохраняем иммунологическую функцию и усиливаем восстановление нормального числа клеток СИД-4 и нормальной их функции. И, конечно, немаловажным аспектом преимуществ раннего начала антиретровирусной терапии и стратегии лечить всех является снижение риска передачи ВИЧ. Мы с вами знаем, что при неопределимой вирусной нагрузке, если пациент принимает эффективную антиретровирусную терапию, то фактически он весьма условно является источником инфекции. То есть, как правило, и это уже очевидно, не происходит передач от людей, которые живут с ВИЧ, принимают антиретровирусную терапию и имеют неопределимую вирусную нагрузку. И мы знаем, что сейчас проходит ряд исследований, которые показывают, что передач ВИЧ от такого человека не происходит. Ну, конечно, если мы рано начинаем антиретровирусную терапию, то нам важно учитывать влияние лекарств на неблагоприятное воздействие, на качество жизни и влияние режима терапии на качество жизни. То есть мы прекрасно понимаем, что не так просто каждый день с перспективой делать это пожизненно, принимать лекарства. И, конечно, не так просто переносить побочные реакции. Поэтому понятно, что если мы предполагаем, что наш пациент начнет антиретровирусную терапию рано и будет ее продолжать долго, годами и десятилетиями, конечно, очень важно назначать такую схему антиретровирусной терапии, которая окажет минимальное неблагоприятное воздействие на качество жизни. И, конечно, режим приема должен быть также прост, с тем, чтобы качество жизни пациента пострадало минимально. Конечно, очень важно понимать, как мы говорим, что все мы люди, мы советуем пациенту, рекомендуем пациенту строго соблюдать предписанный режим терапии. Но, безусловно, понимаем, что иной раз пациент не соблюдает предписанный режим терапии. Конечно, очень важно назначить такую схему, при которой несоблюдение предписанного режима как можно меньше влияет на эффективность терапии. Конечно, пациенты стремятся принимать терапию по часам и так далее, но чем меньше влияние несоблюдения режима на эффективность терапии, тем, конечно, лучше в плане достижения и сохранения долгосрочного эффекта. Также, конечно, для нас важно учесть риски развития резистентности и влияние резистентности на будущие возможные способы лечения. Конечно, немаловажным аспектом является стоимость, связанность с терапией, не только стоимость таблеток, но и финансовые, трудовые ресурсы. И мы понимаем, что если мы стремимся охватить максимальное число людей, живущих с ВИЧ антиротравирусной терапией, мы, конечно, понимаем, что крайне важно иметь эффективные стратегии тестирования и осознать необходимость более широкого тестирования, так как мы не можем лечить тех пациентов с ВИЧ, кто не выявлен. Опять немножко зависает компьютер. Итак, конечно, безусловно, выбирая схему антиротравирусной терапии, мы понимаем, что мы стремимся к максимальной ее эффективности. И вы знаете, что уже давно мы живем в эру ВАРТ, в эру высокоактивной антиротравирусной терапии, мы уже даже не говорим ВАРТ, мы говорим просто антиротравирусной терапии, потому что современные схемы антиротравирусной терапии в подавляющем большинстве своем обладают очень высокой эффективностью. Но не менее важны, как мы с вами понимаем, и минимизация токсичности, и минимизация нежелательных межлекарственных взаимодействий, и минимизация рисков резистентности вируса. Хочу напомнить вам исследование ACTG-5257, одно из первых, многих первых исследований, с которых, ну, наверное, так широко началась эра интеграза. Если вы помните, то в исследовании ACTG-5257 сравнивались атозановир, усиленный ретеновиром, даруновир, усиленный ретеновиром, в сравнении с ралтегравиром. Ну и, конечно, в сочетании с двумя неотами, это исследование ACTG-5257 включало наивных пациентов. И вот вы видите на данном слайде, если сравнить эффективность с точки зрения неопределимой вирусной нагрузки, то есть если посмотреть на процент вирусологических неудач, то вы видите, что все эти режимы на основе ралтегравира ингибитора интеграза, на основе усиленного атозановира или усиленного ретеновиром даруновира это режимы практически равноценны с точки зрения вирусной нагрузки. Но вы видите, что, например, немного атозановир уступает даруновиру, что очевидно, но в пределах допустимого. И таким образом можно сделать вывод, это исследование сделало вывод, что режимы равноценны с точки зрения вирусологической. Но это исследование учитывало и неудачу переносимости. То есть мы прекрасно понимаем, что когда пациент прекращает прием антиретровирусной терапии вследствие побочных реакций, то, конечно, это также неудача. И вот если посмотреть на переносимость, то мы видим, что исследование показало, что ралтегравир превосходит усиленный ретеновиром даруновир. И ралтегравир превосходит, конечно же, атозановир, и ралтегравир, и даруновир превосходит атозановир. То есть значительно выше отмечалась в исследовании частота неудачи лечения именно схемами, которые включали атозановир усиленный ретеновиром в сравнении с ралтегравиром или усиленным даруновиром. Отчасти из-за высокой доли пациентов с гипербелирубинамией. Ну, казалось бы, это гипербелирубинамия доброкачественная, но многим пациентам не нравится ходить с желтой кожей, с желтыми глазами. Ну, вот атозановира есть не только такая побочная реакция, характерная для него, как гипербелирубинамия, гипербелирубинамия, ну и другие желудочно-кишечные расстройства, а также мы знаем, что с атозановиром связан более высокий риск желчнокаменной болезни, мочекаменной болезни. Ну, как мы видим, что если сравнивать эти препараты у наивных пациентов по переносимости, мы видим превосходство ралтегравира и даруновира, усиленного ретеновиром перед атозановиром. И в этом исследовании посчитали такую общую конечную точку, то есть принимали во внимание как вирусологическую неудачу, так и неудачу переносимости, потому что оба эти фактора важны. И что оказалось? Вот вы видите, что ралтегравир превосходит атозановир, ралтегравир превосходит даруновир, оба усилены ретеновиром, и, я имею в виду атозановир и даруновир как ингибиторы протеазы, и даруновир, усиленный ретеновиром, превосходит атозановир. То есть оказывается, что при вирусологически равноценных режимах с точки зрения именно вирусологической эффективности мы видим разную эффективность терапии, и мы видим, что именно переносимость определяет разницу вирусологического эффекта. Потому что, как вы понимаете, если пациент не принимает РТ, то, соответственно, вирусная нагрузка у него растет. Вирусная нагрузка ВИЧ. И, конечно, мы с вами живем уже с 2012-2013 года, мы живем в эру интеграза. Мы видим, что в области антиретровирусной терапии каждые 10 лет происходят революции. Мы с вами знаем, что в 83-м году были открыты, открыт ВИЧ. В 83-м году был, вы знаете, Робертом Галло, а также Люком Монтанье и Франсуазе Барс-Занусси. Не прошло и нескольких лет, как стала применяться антиретровирусная терапия, правда, ранее в монотерапии. Вы помните такой знаменитый препарат Зедавудин. Затем стали применяться комбинированные препараты комбинации неотов. Затем в 96-м году началась эра высокоактивной антиретровирусной терапии. Конечно, все мы стремимся к тому, чтобы пациент получал минимальное количество таблеток. И с 2006 года уже режимы содержат минимальное количество таблеток и много достаточно режимов одной таблетки. И с 2012-2013 года началась эра интеграза. Что дальше? Возможно, скоро широко будут применяться инъекционные препараты длительного действия. А может быть, нет. Может быть, мы... А может быть, будет прорыв, опять же, в лечении ВИЧ. А может быть, мы еще достаточно много лет будем продолжать принимать лечи из пациентов таблетками. И, конечно, гибитер переноса цепи интеграза это очень перспективный класс препаратов, наиболее современный в настоящий момент. Напоминаю вам, что вообще-то интеграза является ферментом ВИЧ. И интеграза это такой фермент, который необходим вирусу для репликации. Как ВИЧ-1, так и ВИЧ-2. Этот фермент вируса вставляет ДНК. То есть, вы знаете, сначала происходит процесс обратной транскрипции, когда вирусная РНК в результате обратной транскрипции превращается в ДНК-форму. А дальше вот эта ДНК-форма, ВИЧ, с помощью фермента интеграза вставляется в хромосому клетки хозяина. Благодаря ряду реакций по разрезанию и сшиванию ДНК. В цикле репликации вируса иммунодефицита человека этот этап является критическим и крайне важным, так как поддерживает наличие и эффективную транскрипцию вирусной ДНК. Интеграза обеспечивает интеграцию вируса в геном клетки хозяина в три приема. Сначала прирабатываются окончания вирусной ДНК. Они становятся липкими. То есть, интеграза, интеграза, ну скажем так, вырезает стабильные динуклеотиды, и концы вирусной ДНК становятся липкими. ДНК вируса принимает кольцевую форму, и оба конца ДНК связаны с интегразой, и вот это называется прединтеграционный комплекс, и вот этот комплекс прикрепляется к белку-переносчику и переносится, прединтеграционный комплекс вирусной ДНК переносится в клеточную ДНК. И при разработке антиретровирусных препаратов оказалось, что в настоящий момент есть возможность только влиять на процесс переноса цепи, в клеточную ДНК. Собственно говоря, поэтому препараты-ингибиторы интеграза называются ингибиторы переноса цепи интеграза. Можно так назвать класс препаратов. Интеграза вируса имеет, как вы видите, 288 аминокислотных остатков, и в ней выделяют в этом ферменте вируса 3 домена, N-концевой цинк связывающий, C-концевой ДНК связывающий, вы помните, что интеграза связывается с ДНК и в таком виде кольцевой формы подтягивает ДНК вируса к ядру и переносит, прикрепляясь к белку-переносчиков, переносит ДНК вируса в ядро. И есть каталитический домен магний, который отвечает за связывание двух положительно заряженных ионов магния. И именно эта способность, этого участка, является обязательной для ферментативной активности интеграза. Мы с вами, конечно, не будем подробно рассматривать строение ингибиторов интегразы, но мы с вами уже поняли, что есть два ключевых компонента этих препаратов, хилатный и гидрофобный. И, конечно, создаются сейчас новые ингибиторы интегразы, нового поколения, которым предъявляются дополнительные требования. То есть мы с вами понимаем, что глобально уже в разработках ингибиторов интегразы компании делятся друг с другом, но, конечно, у каждой компании есть какая-то своя особенность. Я имею в виду препарата, который изобретается. И, конечно, новые препараты ингибиторы интегразы, к новым, точнее, разрабатываемым ингибиторам интегразы предъявляются дополнительные требования. Вот, в частности, именно антивирусной активности при наноконцентрациях, требования к связыванию с белками плазмы, влияние с связанными с белками плазмы на эффективность, концентрации препарата. И, конечно, очень важно, чтобы каждые новые последующие ингибиторы переноса цепи интегразы обладали все более и более высоким барьером к резистентности, а также обладали эффективностью против мутантных вариантов вируса. Итак, что можно сказать об ингибиторах интегразы, которые можно, как мы с вами поняли, называть ингибиторы переноса цепи интегразы, потому что именно на этот компонент жизненного цикла вируса влияет этот класс препаратов. Это относительно новый класс препаратов. Они ингибируют интегразу вируса, препятствуют инкорпорации, интеграции вирусной ДНК в ДНК клетки хозяина. Применяются ингибиторы интегразы по-прежнему в рутинной практике в комбинации с двумя неотами. Хотя есть сейчас исследование, вы знаете, ингибиторы интегразы плюс рилпеверин, плюс не-неот, или ингибиторы интегразы, имея в виду долутогравир, или же биктогравир, плюс ламевудин. Но, тем не менее, в стандартной рутинной практике мы продолжаем с вами применять классическую антиретровирусную терапию для вирусных пациентов. То есть два неота плюс один ингибитор переноса цепи интегразы. Мы будем с вами говорить о долутогравире. Есть ли более новые ингибиторы интегразы? Есть. Есть биктогравир, например, но пока еще он не зарегистрирован в Украине. В настоящее время широко применяются три ингибитора переноса цепи интегразы. Это долутогравир, ралтогравир и элвитогравир. Все три ингибитора интегразы перечислены и зарегистрированы в Украине. Что можно еще сказать? Что ралтогравир и долутогравир не требуют бустирования, а элвитогравир бустируется к абецистатам. То есть это новый бустер, не являющийся антиретровирусным препаратом. Это химический чистый бустер. И в Украине зарегистрирован элвитогравир в виде комбинированной формы в одной таблетке. Элвитогравир, кабецистат, ТАФ, новая форма тенофавира, то есть не ТДФ, тенофавира дезапроксилфомарат, а тенофавир алофенамид, плюс ФТС. Вот такая одна таблетка зарегистрирована в Украине. Ингибиторы переноса цепи энтегразы обладают низкой токсичностью. Применяются для лечения пациентов как с ВИЧ-1, так и с ВИЧ-2 с активной репликацией. Дозировка доутогравира составляет 50 мг, одна таблетка 50 мг, один раз в сутки. Дозировка ралтегравира 400 мг в таблетке, 400 мг, два раза в сутки, то есть 400 мг каждые 12 часов. И уже довольно давно, два года как, опубликованы результаты исследования ВАНСМАРК, которые доказывают, что ралтегравир можно принимать один раз в сутки, но только в дозе не 800 мг и не 400 мг, а в дозе 1200 мг, один раз в сутки и только для наивных пациентов. И, конечно, один раз в сутки не рекомендован для беременных. То есть для пациентов с опытом лечения, для беременных женщин ралтегравир рекомендован дважды в сутки, каждые 12 часов. И я вам уже сказала, что в Украине зарегистрирована такая современная таблетка с фиксированной комбинацией доз Эльвитегравир, который содержит Эльвитегравир, 150 мг, бустированный кабецистатом в дозе 150 мг, содержит FTC стандартную дозу 200 мг, и Тенофавир-Алофенамид в дозе 10 мг. Вы знаете, что ТАФ с бустером применяется в дозе 10 мг. А ТАФ без бустера применяется в дозе 25 мг. Но в данном случае вы видите, что Эльвитегравир бустируется кабецистатом, и поэтому Тенофавир-Алофенамид в этой таблетке Тенофавир-Алофенамида 10 мг, а не 25 мг. Для нас очень важнейшим вопросом является возможность сочетания антиротравирусной терапии с рифампицином при одновременном лечении туберкулеза, конечно же, если мы с вами занимаемся лечением чувствительного туберкулеза. Мы понимаем, что если микобактерия чувствительна к стандартной противотуберкулезной терапии так называемой перворяда, то в этой терапии важнейшую роль играет рифампицин. И конечно, нам важно сохранить рифампицин в схемах лечения туберкулеза, если к нему сохранена чувствительность. Вопрос, можно ли сочетать ангибиторы интегразы в антиротравирусной терапии с рифампицином? Ответ, можно. Не бустированные, то есть долутыгравир и раутыгравир можно сочетать с рифампицином, но при этом дозу нужно удвоить и применять двукратный прием в сутки. То есть если мы удваиваем дозу долутыгравира, то пациенту мы рекомендуем принимать не две таблетки по 50 мг один раз в день, а по одной таблетке 50 мг каждые 12 часов. То есть доза удваивается и применяется двукратный прием в сутки. Ну, конечно же, элевитогравир бустированный не рекомендуется сочетать с рифампицином. И мы пристально с вами сейчас смотрим на долутыгравир, так как долутыгравир мы с вами собираемся широко применять в лечении наивных пациентов с ВИЧ. Напоминаю вам, что долутыгравир рекомендован FDA в августе 2013 года. Долутыгравир присутствует в комбинированной форме с фиксированной дозой в одной таблетке долутыгравир, абакавир, ламевудин для наивных пациентов во всех современных рекомендациях. В ДИЧЧС США, Департаменте здравоохранения и социальной защиты США, в ИАС, International Aid Society США, в европейских протоколах Европейской ассоциации клинической по СПИДу. То есть во всех совершенно современных протоколах долутыгравир в качестве рекомендованной схемы стартовой антиретровирусной терапии для наивных пациентов в комбинации с абакавиром и ламевудином присутствуют. Кроме того, конечно же, мы с вами знаем, что все современные протоколы АРТ в качестве неотвас, но основа в основном содержат ТДФ-ФТС или ТАФ-ФТС. Вот абакавир только в комбинации с долутыгравиром, потому что в одной таблетке рекомендован в рекомендованных режимах. И также, конечно, долутыгравир рекомендован в составе комбинированной антиретровирусной терапии для наивных пациентов в комбинации с ТДФ-ФТС или ТАФ-ФТС. Опять же, согласно всем современным рекомендациям, как ДХЧС, так и АС, так и АКС. Ну, это для стартовой терапии. Но не забываем, что долутыгравир активен и против вирусов, устойчивых к раутыгравиру и эльвитогравиру. И эльвитогравиру. Правда, в этой ситуации нужно применять двойную дозу долутыгравира по 50 мг каждые 12 часов. Долутыгравир очень активный препарат. Ну, мы с вами не удивлены. Большинство современных антиретровирусных препаратов активны. У долутыгравира очень стабильный фармакокинетический профиль. Вот вы видите, что через 24 часа после приема долутыгравира, то есть через сутки концентрация препарата в плазме превышает ингибирующую концентрацию 90 в 19-25 раз. Мы привыкли говорить, что долутыгравир имеет высокий барьер к резистентности. А вы знаете, что барьер к резистентности определяется как генетическим барьером, так и фармакокинетическим барьером. И фармакокинетический профиль в каком-то смысле может ну, скажем, нивелировать недостатки, скажем, низкого генетического барьера к резистентности. Долго считалось, что у долутыгравира очень высокий генетический барьер к резистентности. И вы, наверное, знаете, что была попытка применять долутыгравир в монотерапии, и была такая эйфория, все думали, что долутыгравир в одной таблетке без партнеров будет прекрасно работать. Да, он прекрасно работал 24 недели. А уже на 48-й неделе стало понятно, что нет, нельзя долутыгравир применять в монотерапии, и появились, селекционировались мутации резистентности, о которых говорили, что вот пока не выявлены. Ну, селекционировались благодаря тому, что, ну, благодаря, это так, знаете, мягко сказано, благодаря тому, что проводились исследования, которые пытались доказать возможность приема долутыгравира в монотерапии, что не увенчалось успехом. Но, тем не менее, ИПЛ оказалось, вот в этих исследованиях, они единственную пользу принесли, что оказалось понятным, что генетический барьер к резистентности у долутыгравира равен всего лишь двум, что не такой уж он высокий. Но, сочетание генетического и фармакогенетического барьера, вы видите, еще раз повторяю, что через 24 часа, на этом слайде, вот показано, после приема долутыгравира концентрация препаратов в плазме превышает ингибирующую концентрацию в 90, в 19-25 раз. То есть, сочетание таких особенностей препарата, конечно, позволяет утверждать, что долутыгравира имеет высокий генетический барьер к резистентности. И, вы же понимаете, конечно же, дорогие коллеги, мы все с вами понимаем, что не просто так весь мир перешел, например, с эфаверенза, с очень популярного препарата, на ингибиторы интеграза. А все клинические протоколы рекомендуют сейчас ингибиторы интегразы, именно потому, что есть мощная доказательная база преимуществ долутыгравира, например, перед эфаверензом. Вы знаете, что эфаверенз комбинация ТДФ-ФТС в одной таблетке очень популярным являлся с 1998 года, то есть на протяжении уже 20 лет. И, конечно, когда изобретался новый класс препаратов, важно было показать, что, ну, как минимум, что эти препараты не хуже эфаверенза, а вообще-то, по большому счету, должны были бы быть лучше. Вот это исследование Сингл, которое сравнивает долутыгравир в комбинации с АБЦ-3ТС, и вы понимаете, почему, потому что это одна таблетка, да, фиксированная комбинация ДОС в одной таблетке, сравнивали долутыгравир плюс АБЦ-3ТС с режимом ТДФ, ФТС и эфаверенз. Сравнивали на 48, 96 и 144 недели исследования. Что оказалось? Оказалось, как вы видите, что у пациентов в группе долутыгравира быстрее достигался вирусологический ответ. Видите, какой резкий подъем процента пациентов, у которых вирусная нагрузка была неопределима. А вы понимаете, что резкое, быстрое снижение вирусной нагрузки, быстрый вирусологический ответ связан с чем? С более быстрым достижением результата и чем быстрее достигается вирусологический ответ, тем быстрее достигается так называемая неинфекционность пациента, например. То есть у пациентов в группе долутыгравира быстро достигался вирусологический ответ, быстрее, чем у пациентов, получавших эфаверенз плюс ТДФ, ФТС, через 28 дней у подавляющего числа пациентов была неопределимая вирусная нагрузка, а на режиме ТДФ, ФТС, фаверенз через 84 дня в среднем у большинства пациентов достигался неопределимый уровень вирусной нагрузки. И как вы видите, вот через 3 года лечения на схеме долутыгравир плюс АБЦ-3ТС 71% пациентов имел неопределимую вирусную нагрузку, таких было группа составляла долутыгравира 414 человек, а на режиме ТДФ, ФТС и фаверенз через 3 года лечения 63% пациентов имели неопределимую вирусную нагрузку. разница, как видите, существенная, а мы же с вами говорим 90-90-90. Наша задача достичь 90% пациентов с неопределимой вирусной нагрузкой. Ну, вы видите, то есть долутыгравир показал преимущество перед эфаверензом в плане вирусологического ответа и скорости достижения вирусологического ответа. Далее это исследование фламинго, которое сравнивает режимы с долутыгравиром и режимы с усиленным доронавиром с ингибитором протеаза с двумя неотами. Если в исследовании сингу вы видели комбинацию неот-блаза АБЦДТС или ТДФФТС здесь то же самое. То есть доронавир или долутыгравир комбинировался с двумя неотами с ТДФФТС или с АБЦДТС но правда не в одной таблетке. И что мы видим? Мы видим на режиме с долутыгравиром видите как быстро достигается вирусологический ответ. Гораздо быстрее чем на режиме с доронавиром. Кроме того мы видим что через 2 года терапии 80% пациентов на долутыгравире имеют неопределимую вирусную нагрузку и всего лишь 68% пациентов имеют неопределимую вирусную нагрузку на режимах с усиленным доронавиром. То есть мы видим опять же преимущество долутыгравире перед ингибитором протеаза доронавиром усиленным ретеновиром плюс 2 неота. я не буду вам перевозить уже все клинические исследования но могу вам сказать что их очень много в данном случае я привела вам 2 всего лишь для наивных пациентов и могу вам сказать что вот видите все руководства в качестве третьего компонента я не говорю о двух неотах мы с вами уже поняли что схемы у нас классические и два неота это в основном ТДФ-ФТС и ВИТАФ-ФТС ну и может быть АБЦ-ТВТС если мы говорим о долутыгравире фиксированной комбинации ДОС в одной таблике если говорить о третьем препарате вы видите что все абсолютно протоколы 17-го года как и 16-го года честно говоря то есть все абсолютно протоколы содержат схемы антиретровирусной терапии с тремя ингибиторами интеграза с долутыгравиром ралтыгравиром и бустированным кабецистатом эльвитогравиром в качестве рекомендованных режимов для применения в начальной схеме комбинированной антиретровирусной терапии для большинства пациентов ну и то есть тут все опять же международные рекомендации едины то есть ингибиторы интегразы в качестве рекомендованного режима для большинства наивных пациентов для применения в начальной схеме антиретровирусной терапии и все три ну фактически рекомендуется дальше есть некоторые отличия например руководство ДХС с 17 года тоже рекомендует только ингибиторы интегразы для большинства пациентов а например руководство европейской ассоциации клинической по СПИДу еще в качестве рекомендованных режимов сохранила ингибитор протеазы Даруновир бустированный ретеновиром или кобецистатом а также для пациентов у которых низкая вирусная нагрузка то есть вирусная нагрузка меньше 100 тысяч копий и высокое частот клеток CD4 европейские руководства рекомендуют среди режимов для стартовой терапии схему с ненуклеозидным ингибитором обратной транскриптазы риупиверином хотя как вы поняли что он показан не всем пациентам а только пациентам с низкой вирусной нагрузкой и высоким CD4 более 200 а что же в Украине в Украине мы решили благодаря рекомендациям или скажем настойчивой позиции Всемирной организации здравоохранения мы приняли решение рекомендовать один единственный режим для большинства взрослых пациентов начинающих антиротровирусную терапию так как и этот режим именно с долутогравиром то есть для стран с ограниченными ресурсами вы знаете сейчас есть попытка оптимизации режимов антиротровирусной терапии во всех смыслах в данном случае с тем чтобы не иметь большое количество режимов рекомендованных конечно мы с вами боремся за то что в специализированной службе еще и были альтернативные режимы но тем не менее для большинства пациентов которые начинают антиротровирусную терапию в Украине принят один рекомендованный режим как вы видите TDF FTC плюс долутогравир где TDF 300 мг FTC 200 мг плюс долутогравир 50 мг одна таблетка то есть это не комбинированная доза ВОЗ и CDC прилагают усилия для того чтобы разработать комбинированную таблетку с фиксированной дозой а именно TDF 3TC и долутогравир ну пока это еще в перспективе сейчас две таблетки один раз в день что важно сказать об этом режиме об этом режиме важно сказать что если мы говорим о TDF FTC плюс долутогравир пока это две таблетки 3TC может быть заменен на FTC и наоборот и вот я вам говорю что ВОЗ стремится способствовать разработке генерической формы TDF 3TC долутогравир и что важно важно что конечно мы с вами это и применяем постоянно в рутинной практике мы знаем что пациентам перед началом антиритровирусной терапии нужно определить креатинин в крови и рассчитать оценить клиренс креатинина и конечно если мы говорим о режиме который включает TDF то нам важно для нас важно учитывать уровень клиренса креатинина и мы с вами понимаем что TDF применяется у пациентов с клиренсом креатинина более 60 миллилитров в минуту что же делать если у пациента клиренс креатинина менее извините 60 миллилитров но можно воды попросить то надо либо либо модифицировать дозу креатинина дозу тенофавира либо ну применять режим не содержащий тенофавир отлично что есть ТАФ если бы еще и мы имели ТАФ но тем не менее мы с вами понимаем как минимум нужно если у пациента клиренс креатинина менее 60 миллилитров в минуту надо думать о коррекции дозы тенофавира дезапроксилофумарата если нет другого выхода ну в прошлый раз сессию проводила с вами Алла Петровна Волоха и так как в мае 2018 года появились сообщения причем от всех агенций по поводу долотогравирования у беременных все таки пару слов мне придется сказать на эту тему вы видите рекомендации ДХС Департамента здравоохранения и социальной защиты США какова стартовая терапия рекомендована антиретровирусная для беременных вы видите предпочтительные руководства предпочтительные схемы это какие из неотов это АБЦ-3ТС ТДФ-ФТС и ТДФ плюс 3ТС это из неотов в сочетании с чем? с ингибиторами протеазы такими как атазонавир усиленный ретонавиром то есть конечно в дополнение к основе из двух неотов или даруновир усиленный ретонавиром что еще можно сказать об этих режимах об этих режимах можно сказать что при беременности например даруновир должен использоваться дважды в день не один раз в день вы знаете для наивных пациентов можно 800 миллиграмм раз в сутки даруновира применять для беременной нельзя для беременной нужно использовать двукратный прием в сутки ингибитора протеазы только только если да если конечно вирусная нагрузка ниже 100 тысяч копий если среди 4 больше 200 клеток в кубическом миллиметре тогда может быть можно думать хотя нет не можно думать четко надо понимать что ингибитор протеаза при беременности принимается дважды в день это раз второе вы видите что даруновир рекомендуется ингибиторы протеазы как и лапиновир рекомендуется если вирусная нагрузка меньше 100 тысяч копий что еще какой еще режим рекомендуется для беременных кроме ингибиторов протеазы отозановира и даруновира усиленных с ретеновиром плюс 2 неота а вот вы видите режим ралтегравир плюс тдф ftc либо тдф 3tc либо абц 3tc когда рекомендуется схема с ралтегравиром согласно рекомендациям ДЧС если существуют предпосылки плохой приверженности или возможность прерывания антиретровирусной терапии после родов с целью снижения риска резистентности ингибитор протеазы является более предпочтительным чем ини в чем идея услышите меня пожалуйста что ингибиторы протеазы все же схемы с ингибитором протеазы являются предпочтительными режимами если мы подозреваем плохую приверженность или возможность прерывания антиретровирусной терапии после родов а конечно ингибиторы интегразы таких кралтегравир конечно же плюс 2 неота конечно же двукратный прием в сутки обладают также высокой эффективностью и хорошей переносимостью даже лучше чем ингибиторы протеазы теперь что касается альтернативных режимов вы видите наш старый проверенный АЗТ 3ТС плюс лапиновир усиленный литонавир ну должно сказать что в западном мире большинство пациентов именно и принимали такой режим до недавнего времени пока не появилась перспектива от азановира до рунавира или ралтегравира также мы с вами знаем что режимы 2 неот плюс и фаверенс или рилпиверин также являются альтернативными для беременных и мы с вами знаем что рекомендации западные в том числе Дей Чи Чис сообщало о долутегравире как кстати и эльвитегравире бустированным ковитостатом что недостаточно данных чтобы рекомендовать эти препараты но нас интересует сейчас долутегравир для беременных мы с вами это помним то есть долутегравир никогда в клинических рекомендациях не не был предпочтительным или рекомендованным или альтернативным препаратом для беременных во всех руководствах было написано недостаточно данных чтобы рекомендовать беременным однако мы с вами возлагали такие большие надежды на долутегравир и думали что может быть скоро будут получены данные о том что его можно применять у беременных а почему мы возлагали такие надежды с вами а потому что мы знаем что сейчас идет несколько исследований наблюдательных в Ботсване исследований где женщины во время беременности получают долутегравир ну вы знаете мы с вами те кто давно работает в области ВИЧ мы с вами знаем что все женщины особенно беременные женщины чаще всего исключались из исследований в силу разных причин ну сложная потому что это когорта ну как вы видите в Ботсване в 21 веке мы живем проводится проспективное когортное исследование куда вовлечены 5,5 тысяч ВИЧ позитивных женщин которые начинают антиретровирусную терапию во время беременности и вы видите что референтным препаратом является и фаверенс плюс ТДФ и ФТС и многие специалисты в области ВИЧ говорят что никогда бы не поверили своим глазам что референтным препаратом является Эфаверенс ТДФ и ФТС вы помните что Эфаверенс имеет несколько подмоченную репутацию в том плане что при исследовании на животных была выявлена его тератогенность и он по классификации ФДА для беременных относится к категории Х Кроме того были первые случаи дефектов нервной трубки сообщены в мире именно у женщин которые принимали эфаверенс в ранние сроки беременности но затем при более тщательном наблюдении оказалось что такие побочные реакции встречаются не часто на эфаверенсе и вот в данном случае в Ботсване это исследование в качестве референтного препарата исследуют эфаверенз и сравнивают его с долутегравиром вот вы видите что это публикация это абстракт еще 2017 года год назад это было и вы видите сравнение эфаверенза и долутегравира по ряду факторов вы видите слева в таблице то есть любой неблагоприятный исход родов рождение мертвого плода смертного рожденного младше 28 дней ранние роды ранее 37 недель беременности или очень ранние роды менее 32 недель беременности или низкая масса для гестационного возраста или очень низкая масса и вы видите вот указано указаны здесь цифры для долутегравира и эфаверенза но я сейчас за неимением времени не буду с вами серьезно внимательно рассматривать эту таблицу но что мы видим мы видим что вот на долутегравире 845 пациентов на эфаверензе пациенток точнее на эфаверензе 4500 почти 4600 и из них вы видите что были пациентки женщины которые получали долутегравиры и эфаверенз в первом триместре на долутегравире их было 116 а на эфаверензе 396 и в 17 году докладывалось что в принципе не выявили разницы между эфаверензем и долутегравиром можете говорить так либо исследователи выявили одинаковые риски неблагоприятного исхода родов при начале антиретровирусной терапии во время беременности как с долутегравиром так и с эфаверензем то есть исследователи показали что долутегравир не хуже эфаверенза но и не доказал что лучше на том этапе в 17 году еще можно сказать что выявлена одна серьезная врожденная аномалия дисплазия скелета в группе эфаверенза всего лишь одна но если сравнить группу эфаверенза и долутегравир о которой я вам сказала то оказывается вот по этому исследованию в Ботсване это была публикация на International Eds Society в 17 году что вот смотрите на долутегравире любые неблагоприятные исходы родов составляют 34% и тяжелые неблагоприятные исходы родов 11% Соответственно, на референтном эфаверенсе плюс ТДФФТС любые неблагоприятные исходы родов составляют 35%, а тяжелые неблагоприятные исходы родов 11%. Ну, 11% и 11% как на долоте-гравире, так и на эфаверенсе. То есть можно сказать, кстати, в предыдущей таблице, здесь просто более наглядно видно, в предыдущей таблице вы тоже вот видите, любой неблагоприятный исход родов над долоте-гравирем 34,4% на эфаверенсе 35%. То есть разница нет. Серьезный 10,9% и 11,3%. То есть одинаковые риски неблагоприятного исхода родов при начале РТ во время беременности как с долоте-гравиром, так и с эфаверензом. Но в мае 2018 года, буквально совсем пару недель назад, появились сообщения, причем первое сообщение сделал Национальный институт здоровья США, а затем ФДЕ и МИА ВОЗ ДЧЧС о репортировании дефектов нервной трубки у новорожденных, матери которых принимали долоте-гравир перед беременностью и оказывались на долоте-гравире во время зачатия. Конечно, это данные пока предварительны, но тем не менее на них надо обращать внимание до появления новых данных. То есть в мае 2018 года было сообщено о 4 дефектах нервной трубки из 426 новорожденных, повторяю, матери которых начали принимать долоте-гравир перед беременностью и принимали долоте-гравир во время зачатия. То есть риск дефектов нервной трубки в такой клинической ситуации оказался 0,9%, почти 1%. В сравнении с 0,1%, то есть 14 случаев дефекта нервной трубки из 11 173 новорожденных, матери которых начали принимать другие режимы антиретровирусной терапии перед беременностью и принимали другие режимы антиретровирусной терапии во время зачатия. То есть сравнение 0,9% и 0,1%. И вот такое сообщение о 4 случаях и случаях дефектов нервной трубки в сравнении с 14 случаями, правда, вот видите, из 11 тысяч новорожденных, заставило сейчас принять временные рекомендации для определить все-таки место долоте-гравира у женщин с потенциальной беременностью или при беременности. То есть что говорит нам FDA? Специалисты в охранении должны информировать женщин детородного возраста о потенциальном риске дефектов нервной трубки, когда применяемый режим антиретровирусной терапии с долоте-гравиром используется во время зачатия и в ранних сроках беременности. Имеется в виду первые 6 недель после менструации. Дефекты нервной трубки возникают на ранних сроках беременности, прежде чем многие женщины даже узнают, что они беременны. По этой причине женщины детородного возраста должны обсудить со своим врачом другие схемы антиретровирусной терапии, не содержащие долоте-гравир. Об этом же говорят FDA, MEA, VOS, DCHS. То есть женщины детородного возраста, которые решают принять схему, содержащую долоте-гравир, должны последовательно использовать эффективные методы контроля беременности, а именно контрацепцию при лечении ВИЧ-инфекции. И, конечно же, мониторинг – это временная рекомендация, мониторинг будет продолжен в рамках наблюдательного исследования в Ботсване. Еще скоро 600 женщин родят детей, которые получали либо эфаверен с TDF-FTC, либо долоте-гравир с TDF-FTC в схемах антиретровирусной терапии. А если же, конечно же, у женщины беременность уже превышает 8 недель, то, конечно, уже в данном случае женщине надо рекомендовать продолжать схему антиретровирусной терапии, содержащую долоте-гравир. И если вы начинаете антиретровирусную терапию женщине в более поздних сроках беременности, чем первые 6-8 недель, конечно, вы можете назначать режим с долоте-гравиром. То есть главная идея – надо, чтобы женщины репродуктивного возраста, которые хотят иметь детей или которые могут иметь детей в силу того, что не используют эффективные методы контрацепции, вот эти женщины, конечно, для этих женщин надо взвесить все риски и пользу, прежде чем назначать им долоте-гравир. И мы знаем, что, конечно, барьерная контрацепция, то есть женщинам репродуктивного возраста, которые собираются, которым вы собираетесь назначать долоте-гравир, важно рекомендовать эффективную контрацепцию. Мы знаем с вами, что барьерная контрацепция является эффективной, мужские презервативы, и гормональная контрацепция является эффективной. И вы знаете, что Всемирная организация здравоохранения часто рекомендует сочетание хотя бы двух эффективных методов контрацепции. Но в плане антиретровирусной терапии эта проблема довольно сложная, потому что вы знаете, что есть нежелательные межлекарственные взаимодействия между оральными противозачаточными средствами и антиретровирусными препаратами. Вот они указаны на этой таблице. Вот вы видите, что бустированные препараты, бустированные ингибиторы протеаз или рилпеверин даже, имеют взаимодействие с оральными противозачаточными средствами. И фаверинс также. Но что важно? Важно, что ралтегравир, как и долутегравир, не имеют клинически значимого взаимодействия с оральными противозачаточными средствами и не требуют регулирования дозы. То есть это важный аспект, что если мы, женщины репродуктивного возраста, которая начинает принимать долутегравир, рекомендуем эффективную контрацепцию, то мы видим, что помимо барьерной контрацепции можно использовать оральные противозачаточные средства, которые, как правило, не имеют неблагоприятных межлекарственных взаимодействий с долутегравиром. Каковы же особенности режима антиретровирусной терапии долутегравир плюс ТДФ-ФТС? Мы с вами четко можем сказать, что этот режим обладает высокой противовирусной активностью, безопасностью, хорошей переносимостью. Простым режимом дозирования используется одна таблетка долутегравира 50 мг один раз в сутки и комбинация ТДФ-ФТС одна таблетка 300 мг тенофавира 200 мг М3-цитабина тоже одна таблетка один раз в сутки. Всего две таблетки используются один раз в сутки, один раз в 24 часа. В неот-основе, повторяю, вместо ФТС можно использовать 3ТС, 300 мг, и готовится к выпуску, как я уже сказала, генерическая форма в одной таблетке называется ТЛД, то есть тенофавир ламивудин долутегравир, эта схема не требует каких-то особых рекомендаций по приему пищи и жидкости, имеет высокий барьер к антиретровирусной резистентности, как мы поняли, наверное, не совсем правильно говорить, высокий генетический барьер, а высокий барьер к антиретровирусной резистентности имеет низкую вариабельность фармакокинетики и мало нежелательных межлекарственных взаимодействий. Из побочных реакций долутегравира обращаю ваше внимание на то, что долутегравир увеличивает уровень креатинина, сыворотки или плазмы ингибированием транспортера 2-органического катиона, который отвечает за канальцевую секрецию креатинина. То есть, мы с вами знаем, назначая тенофавир, содержащий режим, мы с вами знаем, что важно определить креатинин и клиренс креатинина рассчитать. Но не забываем и не удивляемся, мы должны четко понимать, что при приеме долутегравира мы ожидаем небольшое увеличение уровня креатинина и оно считается доброкачественным и не приводит к снижению клубочкой фильтрации. Но, тем не менее, мы не забываем о такой побочной реакции, как небольшое повышение креатинина при приеме долутегравира. Из побочных реакций мы знаем, что ингибиторы интегразы легко переносятся. Я просто напомню вам, что есть много исследований. Вот Spring 2, видите, сравнивали долутегравир с ралтегравиром. Фламинго, как вы помните, сравнивали долутегравир с даруновиром усиленным. Сингл сравнивал долутегравир с эфаверенцем. Ария – это исследование, в котором участвовали женщины, сравнивали долутегравир с атазанавиром. И всех интересовали неблагоприятные явления или побочные реакции со стороны психики. Потому что мы знаем, что эфаверенц, чем не очень нравится врачам и пациентам, что эфаверенц имеет нейротоксичность. Да, мы с вами знаем, что о преддительном приеме эфаверенц вызывает некое замедление когнитивных функций. Ну и мы знаем исследование CTG о повышении риска суицидальности при приеме эфаверенца. И, конечно, все ждали в Глазго в 2016 году обобщенного такого доклада по поводу серьезных психиатрических неблагоприятных явлений при приеме антиретровирусных препаратов, и в частности долутегравира. Ну что оказалось? Вот вы видите, что оказалось, что по данным исследований объединенным оценивались, видите, данные двух с половиной тысяч человек, из них 1315 получали долутегравир. То есть это первые такие большие данные, большой когорты. Вот мы с вами сейчас начнем применять долутегравир, и думаю, что весь мир уже будет, мы можем с вами увидеть, да, что весь мир уже будет смотреть, как у нас с вами, какой будет у нас с вами опыт, потому что, ну, не так много еще людей на долутегравире, хотя все больше и больше в мире, конечно. Ну и что оказалось? Вы видите, единственное исследование Сингл показало, что такая побочная реакция, как бессонница, у 17% наблюдалось пациентов, которые принимают долутегравир. Ну а все остальное, как вы видите, оценивалось тревога, депрессия, суицидальность, ночные кошмары, тревожные сны. Вы видите, что невысокий процент, именно серьезных психиатрических явлений при приеме долутегравира. Если обобщить, то можно сказать, что если говорить о психических нарушениях в схемах с долутегравиром, у наивных пациентов, то можно сказать, что большинство побочных реакций при приеме долутегравира были низкой степени тяжести, несколько только привели к прерыванию лечения. Опять же, я вам уже сказала, что бессонница это единственный показатель, который встречался довольно-таки часто, единственная побочная реакция. Связывали это, возможно, с двойным слепым сравнением с эфаверенцем, потому что сравнивали долутегравир с эфаверенцем и использовали проактивный опросник по центральной нервной системе. Может быть, в других исследованиях не так внимательно отнеслись к таким побочным реакциям. Но, в принципе, долутегравир один раз в сутки хорошо переносился с низкой частотой побочных реакций в четырех клинических исследованиях у пациентов с наивных к лечению. Вывод сделали такой. Но, тем не менее, напоминаю вам, что в Нидерландах, тоже эта публикация была в 2016 году, в реальной жизни оказалось, что уровень непереносимости долутегравира в условиях реальной жизни оказался выше, чем в исследованиях. Вот вы видите, что в Нидерландах, опять же, вы можете внимательно прочитать эту публикацию, когда переключили 387 человек в национальной когорте на долутегравир, но не только переключили, кому-то назначили впервые, а кого-то переключили на долутегравир. Ну, вот вы видите, что 16% пациентов в среднем 16% прерывали лечение из-за побочных реакций. В среднем, как вы видите, где-то через 2-3 месяца терапии. И ключевой месседж, который был в этой публикации Нидерландов, что в условиях реальной жизни существенная доля пациентов неожиданно прервали лечение долутегравиром выше, чем в клинических исследованиях. Но, опять же, надо воспринимать всю информацию сбалансированно. Я думаю, что скоро мы будем иметь с вами свой собственный опыт, и в том числе по переносимости долутегравиром. Безусловно, очень важным аспектом являются нежелательные межлекарственные взаимодействия. Мы знаем, что ингибиторы интеграза и долутегравир имеют мало нежелательных межлекарственных взаимодействий. Единственное, я в таблице не остановилась, но вы обратите внимание на предыдущих слайдах, что долутегравир не рекомендовано сочетать с антоцидами и пищевыми добавками. Придется, наверное, вернуться. Наверное, вернуться к этому слайду. Это важно, потому что это вроде бы просто, но не надо об этом забывать. Конечно, мы смотрим с вами инструкцию, смотрим на сайт Ливерпульского университета, безусловно, но такую простую вещь мы с вами должны запомнить. Вот, пожалуйста, мы с вами говорили от EDF, FTC, долутегравир, что ограничений по приему пищи и жидкости нет, но есть предостережение, что антоциды или мультивитамины, содержащие алюминий, магний, кальций, следует принимать раздельно с долутегравиром. А как раздельно? Минимум через 2 часа после приема долутегравира или за 6 часов до приема долутегравира. Это очень важный аспект. То есть, казалось бы, такие безобидные лекарственные препараты, как фосфалюгель, альмагель, а вы видите, что надо очень быть осторожным и разделять с приемом долутегравира. За 6 часов до приема долутегравира можно принимать. Ну а с рифампицина мы уже с вами сказали двукратный прием и удвоит дозу. Про беременность также сказали. Буквально еще парочку слов о межлекарственных взаимодействиях. Напоминаю вам, что у ингибиторов интеграза, в том числе у долутегравира, мало нежелательных межлекарственных взаимодействий. Если долутегравир полностью метаболизируется путем глюкоронизации в печени, то долутегравир частично метаболизируется системой цитохрома. Поэтому у долутегравира есть некоторые нежелательные межлекарственные взаимодействия, одно из важных которых является повышение уровня метформина. Мы с вами знаем, что сахарный диабет второго типа, чем старше становится пациента, тем актуальнее становится это состояние, это заболевание. И мы с вами знаем, что метформина это препарат номер один в лечении сахарного диабета второго типа. Ни в коем случае не препараты сульфанилмочевины. Вы это знаете уверенно. Но вот надо учитывать, что долутегравир повышает уровень метформина. И поэтому нужно быть осторожным или корректировать дозу метформина наблюдать пациентов, потому что одной из серьезных побочных реакций, конечно, нечасто встречающейся при назначении метформина, является что? Лактоцидоз, да? Ну, опять же, это надо учитывать. Взаимодействие и долутегравира с метформином, применяемым для лечения сахарного диабета. И не могу не остановиться о месте долутегравира при неудаче антиретровирусной терапии. Буквально пару слов как вести пациента с неэффективностью ОРТ. То есть мы рассчитываем на долутегравир в качестве стартовой терапии для большинства наивных пациентов. Это понятно. Мы думали, что можно применять для всех женщин репродуктивного возраста, а оказалось, что временно пока нет. В связи с репортированием о дефектах нервной трубки. Теперь нам надо было бы понять, а где долутегравир в неэффективность, в приведении неэффективности. Вот обращаю ваше внимание, какие у нас могут быть сценарии. Ну, самый такой распространенный, пациент получает схему 2 неота и не неоты, рефаверенс, например, или неверопена, и у него неудача лечения. Мы с вами знаем, что переключать надо, я сейчас не буду касаться оптимизации неотов, переключать не неоты на усиленный ингибитор и протеаз. Мы с вами знаем, что это стандарт. То есть при неудаче не неотов пациент переключается на схему АРТ с усиленными ингибиторами протеаза. И мы знаем, что такая стратегия имеет максимальную доказательную базу. Можно переключать схему пациента с не неотов на усиленный ингибитор протеаза плюс и не. Заметьте, не оптимизированные неоты плюс и не, а усиленный ингибитор протеаза плюс и не. Обращаю ваше внимание. То есть, если пациент имеет неудачу и получает режим с ненуклеозидными ингибиторами обратной транскриптазы, то мы либо переключаем его на усиленный ингибитор протеазы плюс оптимизированный режим неотов, либо мы переключаем его на усиленный ингибитор протеазы плюс ингибитор антигразы, то есть без неотов. Если пациент получает ингибиторы протеазы, это ДИЧС алгоритм, кстати, и мы имеем неудачу в лечении, видим неудачу в лечении, то мы знаем, что вообще при определимой вирусной нагрузке, когда пациент получает усиленный ингибитор протеазы, скорее всего резистентности нет ни к ингибитору протеазы, ни к неотам, которые применяются с этим ингибитором протеазы. И поэтому в принципе ДИЧС рекомендует, что можно и не переключать пациента с ингибитора протеазы, можно обеспечить приверженность, думать о мероприятиях по усилению приверженности, или изменить ингибитор протеазы для удобства или изотоксического действия. Но в принципе с одного ингибитора протеазы на другой, но в принципе можно и не переключать. И если пациент получает ингибиторы интегразы, то скорее всего, да, мы знаем, что миниоты на ингибиторы протеазы усилены, есть доказательная база. Но надо сказать, что она большей частью вся основана на исследованиях с лапиновиром. А с другими ингибиторами протеазы это скорее экстраполяция. То есть то, что будет во втором ряду работать ингибитор протеазы бустированный, большей частью доказательная база есть для лапиновира. Для других препаратов, для дароновира это экстраполяция. Мы думаем, что наверное это будет тоже так. Что касается ингибиторов интегразы, опять же это скорее теория, исследований мало. Если неудача у нас на схеме стандартной 2 неота плюс ини, то у нас есть два варианта. Либо мы переключаем на усиленный ингибитор протеазы плюс неоты. Скорее всего, исходя из опыта с ненуклеозидными ингибиторами обратной транскриптазы, усиленный ингибитор протеазы плюс неоты работать будет. А также можно переключить, как и в случае нениотов, на усиленный ингибитор протеазы плюс активный ингибитор интегразы, то есть с более высоким барьером резистентности. Скажем, после ралтегравира будет работать долутегравир. Сейчас из доступных ини самый высокий барьер резистентности у долутегравира. Но у нас мало ралтегравира, поэтому мало других ингибиторов интегразы, поэтому для нас это не сильно актуально. Мы понимаем, что после неудачи с долутегравиром у нас пока нет более активного биктегравира, поэтому после неудачи с долутегравиром у нас перспектива какая? Усиленный ингибитор протеазы плюс оптимизированные неоты. Вот собственно все, что я вам хотела рассказать. Хочу закончить с тем, что ранее начало антиретровирусной терапии независимо от количества CD4-лимфоцитов обусловливает требования к схеме антиретровирусной терапии. Наряду с высокой вирусологической эффективностью мы хотели бы применять режимы, а пациенты хотели бы лечиться лекарствами с минимальной токсичностью, с минимумом нежелательных межлекарственных взаимодействий и с минимумом рисков резистентности. Мы живем сейчас с вами в эру ингибиторов переноса цепи интегразы, которые ингибируют интегразы, ВИЧ препятствуют интеграции вирусной ДНК в ДНК хозяина и соответствуют современным требованиям к антиретровирусным препаратам. И обращаю ваше внимание, что всегда надо означать стандартную схему антиретровирусной терапии, правильно выбрав ее и схем лечения в соответствии с действующим клиническим протоколом. Мне что, в горле пересохло уже. Спасибо вам огромное за внимание. Я надеюсь, что если у вас есть вопросы, то я смогу на них дать ответы. Спасибо. Спасибо. Ну что, Людмила Анатольевна, извините, я немножко... Да, пересохло в горле. Конечно, подождем немножко, подождем вопросы. Если есть вопросы, дорогие коллеги, то мы тут еще Людмила Анатольевна... О, Татьяна звонит. Да, Танечка? Алло? Здравствуйте, Тань. Как я там, у меня язык заплетался уже, все пересохло. Да. Да. Спасибо, Тань. Да, я тоже поздравляю вас. Да. Конечно, слишком. Ну, зачем это? Вот, вот рядом со мной, Людмила Анатольевна, лапиновир, усиленный репановиром, плюс призиста, плюс долутыгравир. Конечно, убирайте, 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 один из ингибиторов протеазы. Совет вам, убирайте один из ингибиторов протеазы раз. Можете добавить еще ламиудин. От этого не будет, от этого не будет вреда. То есть, ингибитор интегразы плюс ингибитор протеазы, Но в отношении неотов, так как я не знаю подробности анамнеза, могу только сказать, что не будет лишним ламевудин. А все остальное не могу сказать без подробного анамнеза антиретровирусной терапии. Но то, что один из ингибиторов протеаза лишний, ну это мое точка зрения. О, отстает, отстает. Это неблагоприятное. Лучше не назначать. Внутриклеты ТДФ плюс абокавир имеют нежелательные внутриклеточные взаимодействия и не рекомендуется. Если вы посмотрите на преобразование абокавира, то нафавира вы увидите удивительную вещь, что там вы увидите гуаназин. Поэтому нет, абокавир с тенофавиром не надо сочетать. Извините. Обещаю вам, обещаю вам сердечно-сосудистые, но не в понедельник, потому что я в понедельник уезжаю, я буду в Москве. В понедельник у меня не будет. А вот в пятницу, ну вот на следующей неделе мы должны будем провести два вебинара, потому что мы должны завершить все это к июлю. И, ну, если вам понравилось, то мы можем продолжать придумывать побочные реакции, не, придумывать побочные реакции, говорю, придумывать клинические случаи и так далее. Но, по идее, у нас на следующей неделе должно быть два дня, с вашего позволения. То есть в понедельник, но я не смогу участвовать, а кардиоваскулярные, наверное, кроме меня никто не прочтет. А в пятницу 29-го я обещаю вам кардиоваскулярные. У нас очень хороший есть тренинг, и я сделаю сессию по кардиоваскулярным. Алло. Бедная девочка, я ее разорила, наверное. Надо же мне было перезвонить, а я что-то заболталась. Да, Танечка. Алло. Да, 29-го кардиоваскулярные риски, да. Можно. Можно. Мы готовы учесть любые ваши пожелания, правильно, Людмила Анатольевна? То есть и в понедельник вы хотите с 12, с часу, с 2? Пожалуйста. Можно же? Хорошо. Скажите, во сколько, в котором часу вам удобно? Конечно, можно. Конечно, давайте тогда следующий понедельник и пятница будет 12. Нормально? Да. Да. Калькулятором. Окей. Хорошо. Да. Это тоже хорошо. Потому что я, например, делаю вот на айфоне. На айфоне у меня стоит программа, куда вводится, как рофтогол, туда вносишь в программу. Но есть программа. Нет, нет, смотри. Есть программы, где клиренс креатинина не в микромолях. А у нас же креатинин в микромолях, вернее, где креатинин вводится не в микромолях. Когда ты смотришь калькулятор в интернете, что важно? Важно, чтобы креатинин вводили в микромолях. Но так, как нам он дается в анализах. Он же у нас не в миллимолях, а в микромолях. Правильно? Это раз. Разные программы отличаются. Вот у меня стоит программа, где креатинин в микромолях. Вводится всего лишь пол, возраст, масса тела и креатинин в микромолях. Четыре параметра. И сразу выдает клиренс креатинина. Я тогда подумаю, мы сделаем слайд со ссылкой, как выйти на эти калькуляторы. Их можно даже устанавливать в телефонах. То есть сами вы считать вот эту ерунду не будете. Татьяна Васильевна вам показывала всякие формулы. Но если вы будете считать, извините, эти формулы, то я думаю, вы никогда не будете считать клиренс креатинина. Потому что это должно быть легко и просто. Поставил калькулятор либо в телефон, либо в компьютер. И быстро одним движением левой руки вводишь пол, возраст, вес и креатинин в микромолях и получаешь клиренс. А просто так высчитывать в уме это смысла никакого. Или в столбик. Да, 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 я услышала вас, я услышала вас, да. Вот Людмилу Антонову попрошу, Людмилу Антонову попрошу это сделать прямо в понедельник. Ну вот, когда вы будете делать сессию. Татьяна, спасибо огромное, рада вас слышать. Дорогие, я вам присылала и поздравления вчера. Я вас поздравляю с Днем Медработника. Я знаю, что вы самые лучшие, что у вас очень мощный центр. Я знаю, что вашим пациентам с вами повезло. Здоровье вашим пациентам и вам. И не только здоровья, но и профессионального роста, удовлетворенности, любви, наконец. Да, мы вас целуем и любим. Спасибо, 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 Тань. Да, всего доброго, до свидания, до свидания, до свидания. Вот Татьяна, да. Дорогие коллеги, а сейчас, Людмила Антоновна.